Добрый вечер, дорогие друзья! Добро пожаловать в жаркий Новороссийск на очередной матч Мэлбет первой лиги. Великолепная, просто потрясающая погода в Новороссийске. Вот такой вот классный план мы с вами видим. Игру здесь на центральном начнут снова. Итак, давайте к составам команд. Все зависит от соперника, с кем играет команда. Где-то матч может быть спокойным. Время удар Саадуева, но вот это неплохо. Напомню, что последним матчем Камаза был домашний предстояние с Тульским Арсеналом. И там оно закончилось 0-0. Но при этом показатели 18 фолов. Надо отметить, достаточно спокойно команда садится ближе к своей штрафной. Гараев очень активен в первом тайме. Гараев, передача, удар и сейф какой сейчас от Анисимова. Ничего себе он вытащил. Снова Гараев. Его очень часто забывают. Да, похоже именно головой. Вот я на этом повторю давайте посмотрим. Очень сложно понять, успел, не успел вывасить руки. Но, судя по всему, пролетело все равно. Но пока атака 4 в 4. У Черноморца. Перевод направо. Здорово. Можно пробить поворотом. Подлево убирает. Бьет. Но это не сильно. Гурченко. И дальше Артур Анисимов справляется. А, ну там еще и положение вне игры было у футболиста, который хотел добить. Ну а Артур Анисимов достаточно спокойно справился с этим эпизодом. Пока футбол на 0-0. А вот ошибка какая сейчас. Родин. 3 в 2. Гаглоев. Ну Гаглоев же был один. Гаглоев добивает. Нет, чисто. Чисто сыграно. Ничего себе момент на 48-й минуте матча. Ничего себе сейчас КамАЗ не забивает. Какой шанс. А зачем бил? Почему Данил Родин решил пробивать поворотом? Неужели он не видел Гаглоеву, который был совсем один? И я думаю, что Александр Гаглоев понимает, что против него стреляли чисто. Вперед на левый край. Подача. Неплохо. Удар. И сейф какой. Вот подача. Удар головой. И как же достал-то, а? Браво. Браво. Это Руденко. Мог свою команду вывести вперед. Если Томский вышел, то есть другой футболист. Ух, какой момент. Создает Черноморец. И не забивает Руслан Аюкин сейчас. Ошибается Черноморец. Гаглоев. Гаглоев левая нога. Удар поворотом в ближний угол. Мяч в поле, кстати говоря. Второй эпизод. Вот он удар поворотом. Это здорово. Разрыв тут получается у футболистов. Гаглоев Камаза. Проходит передача в разрез. Проходит пас над Делькина. Но Делькин уже в падении достает и до этого мяча. И уже вставать не успевает. Азур Анису здесь, конечно, тоже правила не нарушал. Подача. Удар поворотом. И Даниил Фролкин выручает свою команду на последней добавленной минуте. Ну что, Кириллов может сделать передачу. Он умеет это делать. И выдает передачу сейчас Кириллов. Бежит Защепкин. Против него здесь Денис Фомин. Свежий Защепкин. Фомина не перегоняет. И все. Это последний эпизод в этом матче. Черноморец Камаз. Седьмой тур 0-0. Таков итог этой встречи. Черноморец и Камаз продлевают свою беспроигрышную серию.